Этой весной Костя катался на роликах во дворе. Упал, но решил, что дело житейское. Пришел домой, лег спать. А рано утром родные заметили, что он теряет сознание и вызвали скорую. Оказалось, что началось кровоизлияние. Гематома давила на мозг. Анапские медики сообщили коллегам в Краснодар. В их распоряжении сегодня самое современное оборудование. Но транспортировать ребенка в краевой центр было уже нельзя. Счет шел на минуты. В течение 30-40 минут, в течение часа ребенок не доехал ни до какого медицинского учреждения. Уже наступила декомпенсация. Если наступает декомпенсация, это как поезд идет под откос. То есть тут все, тут держать, поймать, а обратно вернуть практически невозможно. Артем Айропетян работает в Анапской городской больнице более 25 лет. Начинал медбратом после училища. Со временем выучился на травматолога, а затем и на нейрохирурга. Когда он приехал, дежурные врачи уже подготовили мальчика к операции. После консилиума с участием краевых специалистов решили, что выхода нет. Нужно начинать, а дальше действовать по обстановке. На помощь уже спешили коллеги из Краснодара. Сама операция длилась около двух с половиной часов. Это нужно было проникнуть в самые нижние отделы и оттуда достать эту гематому. Самое главное в этот момент не думать, не смотреть, что это ребенок, что у тебя тоже есть такие дети. После операции вышли и сказали, хорошо. Потом через два дня нас разрешили пустить к нему. И, наверное, через неделю уже было видно, что это нормально все. Помощь медиков из краевого центра, к счастью, не потребовалось. То, что специалисты сочли настоящим чудом. Все обошлось без существенных последствий. Конечно, урок. Большое спасибо врачу, что успели. Первое время на головные боли жаловался. Уставал. Сейчас тут более-менее. Костя учится в первом классе. Хочет быть таксистом и вообще признается, что очень любит технику. Я хочу быть кто дрифтует на мотоциклах. Буду летать, вот так кувырки делать. У меня любовь к мотоциклам. Мотоцикл – это уже когда станет взрослым. А сегодня пообещал, что на роликах и скейтборде теперь будет кататься только в шлеме.